Господи Иисусе Христе Сыне, Боже, помилуй меня и грешно. В последнее время на меня скидывают неоднократно указания на фильм Матильда, чтобы я дал разбор этого фильма. Я немного посмотрел, здесь всего целый, не нашли нигде, говорят только где-то с 26 октября будет, от акта траля, или как называют, отдельные моменты, эпизоды где-то. Прочитал содержание, его нисколько не заинтересовало. Но последний момент, сбросили мне материал, он заставил подумать, может действительно стоит ответить. Дело в том, что начинают разгораться какие-то споры по этому фильму. Алексей Учитель. Учитель это фамилия. Интересно. Фамилия, как бы слово-то русское. Нет, у русских нет таких фамилий. Учитель Курицын, может быть Ложкин, Кружкин. Но чтобы учитель. Это все люди определенные нации берут себе такие фамилии, как бы высвечивают, что они вот такие. И, может быть, действительно он учителем работал. Но какой учитель? Ставит фильм об императоре Николаю Александровичу II Романове, который был расстрелян с семьей, канализирован. И вот теперь рассматривать его жизнь, что он был с балериной Кшисинской. 1872 года рождения. Она 99 лет поджила только в 1971 году. Был знаком там, роман был с ней и у ней. И, ну, это до его венчания с Алисой, с Александрой Федоровной. Послушал, что говорят разные люди, Соловьев, Шевченко. Тихо, мемпископ говорит. Если это был бы не связан с историческими моментами, фильм. Это один вопрос. Но он говорит, что действительно у него был такой момент, когда он влюбился в нее, юношей был. Ничего особенного нет. Меня интересует другое, как это все выглядит во свете Библии. Мы знаем общий расклад. Мировая история закончится не в Нью-Йорке, не в Москве, а в Иерусалиме. И оттуда идет все. Это нация, которая дала народ, который дал три мировые религии. Он ее нигде фактически не встретит, чтобы еврей работал. Я сколько в жизни был, только один раз на корабле у нас был. Но он такой был какой-то, как юродивый. Мы с ним быстро сошлись, видимо, и я такой же. И он первый раз нам прочитает «Бабе я» Евгении Евтушенко. Мы с ним прямо сошлись сразу. Он за что-то был наказан и туда сослал. Они самого негодного где-то заставят бумажки переносить с кабинета в кабинет. Он там будет. Они подготавливают приход своего мессии Машиаха. То есть антихриста по православному вероучению. Вот отсюда надо исходить. А что им мешает? Мешает все, что не вписывается в протоколы сионских мудрецов. Хотя это считает подделка царской охранки и прочее. Ну, слишком уж сходится. Слишком похоже на то, что это настоящая программа. Им скрываться нечего. Я раньше, когда ничего еще не читал, Евангелие не знал, недоумения было. Были немцы, такие как Эрнстельман и другие, которые ставили задачу уничтожить Гитлера. Гитлеризм, фашизм, нацизм этот, социал-фашизм. Вот. И были арестованы, некоторые даже дожили. До момента освобождения. А евреев он вырезал даже в люльке. Всех. Почему? Они не претендовали, как будто бы ни на чего торговали. Дальше я уже, когда повзрослел, материалы стали попадаться. В Америке было кое-что почитал. Потом я этой темой занялся. Почти 14 лет я упорно занимался темой масонства. Все, что было до революции, сказано в советское время и за рубежом. Ну и вот имею некоторые данные. Время приблизилось к его воцарению. И сейчас я так вижу это. Они зонтируют мировое настроение. Что может им помешать? Без русского народа мировые катаклизмы не заканчивались. В мировой истории эта блудница. Москва примет активное участие и будет сожжена. Семнадцатой, восемнадцатой главы откровения. Тут все написано так. На семи холмах, в горах. Об этом Глинка пишет. Москва семи холмовая. И вот теперь надо смотреть. А какого царя в России ждут? Царь освободитель. Прошел Александр Первый. А вот царь искупитель. На этот момент хорошо Осипов. Алексей Осипов это разбирает. Алексей Осипов Ильич. Что никакого искупителя не может быть. И так понятно. Христос наш искупитель. И вдруг цари-божники сейчас просто ждут чуть ли не воскресенье царя. Какого-то где-то найдут они. И вот какого-то уже они венчали. И какой священник его короновал, Михаил Георгий. Мы его как-то подвозили на машине. Он 1300 километров с нами ехал. Писание совершенно не знает. Я ему сказал. Вот даю Библию. Он на первом сиденье сидел в нашей Газели. А я сзади. Галатом. Считайте. Он ищет в Ветхом Завете. Не может никак найти. Жена была тут. Она вскипела. Вы высмеиваете моего мужа. Вы не высмеете. Просто дал посчитать. И вот здесь. Много ли таких? Мало ли. Но эту идею нужно дискредитировать. Потому что то, что казалось малым, потом разгоралось. Ну, кто думал о том, что перевод священника с одного места на другое послужит смертью Чавушевского? Да даже и думать об этом нельзя было. Однако вот так. Ну, застрелил какого-то принца там. Первая мировая война. А вторая-то из-за чего началась? Если так разобраться, то причин-то особых не было. Так и здесь. А они, учитывая этот опыт, он начинает сейчас делать такой вброс. Как люди относятся к царю Николаю? Как дискредитировать? При его жизни дискредитация началась через Григория Фимовича Распутина. Царь в этом вопросе, я раньше говорил, как царь, как руководитель, был некудышный. Хорошие там министры, начальники вели дело, Россия развивалась, промышленность, нефть, царь. Это было все. Но как политический деятель он был? Никакой. Да Петр Первый раз и позволил бы такую беду. Да раз Иван Грозный позволил бы это? Говорить даже не надо. Пять тысяч ему советовали сколько повесить этих декабристов, февралистов и все. Двести лет слова революции не упоминалось бы. Нет, царь развязывает войну. Его предупреждают раненый Распутин. Папенька, не надо это делать. Не надо, не надо. Ты погибешь и дом твой. Он не послушал. Нет, война нас объединит. Объединила? А теперь эти демоны, большевики, вырвавшись на свободу, натворили такое, как описывает Солженицын, 100 миллионов, 66 только репрессировано, не считая войны и прочее. Вот чем это закончилось, этот эксперимент. Так что, какой он царь был, как руководитель, а царь он никакой. А о том, что он принял мучническую кончину, делать его святым. Вот об этом надо говорить. Теперь меня интересует вопрос дискредитации. Кто это будет раскручивать? Нужно, чтобы кто-то эту идею взял, был не согласен, стал какие-то эксцессы устраивать. И вот вижу, они нашли Александра Калинина. Якобы воскресал, я с ним говорил по скайпу. Я предупреждал, оставь это все. Не выдумывай, не дури, иди работать. Он нигде не работал. Как всего слов. И даже какой-то ролик был, он все наставил, чтобы я его убрал. Мне страшно это не нравилось. Потом он пытался несколько раз выходить на меня. Люди мои, мое отношение к нему спрашивали. Понимаю, что может быть он сам вопрос задает. А может быть его товарищи. Я видел его там среди священников у Сергея Козлова и стоит его за руку держит. Страшное число. Да, ему надо обязательно где-то быть. Вот это везде выступал у баптистов и везде позиционировал себя как православного. Они посты не соблюдают. Ничего нет православного. А тут борода вдруг. Я понимаю, что могли с ним беседовать в органах силовых. И из него сделать как вот Дворкина. А по этой области его. Или как Навального по политическим моментам. А по царевожию вот это. Образовать какую-то надо партию. Какое-то общество. Быстренько сляпали. Какое? Христианское государство. Тире Святая Русь. Понятно какое. Никогда оно не было христианским и быть не может. Это первое. Не может быть. Потому что в государстве тут разные религии. Миллионы людей, которые не исповедуют православие. Слово Святая Русь не на дух и на дно. Ну это пока на первых парах. Потом они ударят по этому разванию. Как Божья воля. Этео Царионов был. И разом его прихлопнут. Но сейчас это нужно. Думаю, с ним отдельно побеседовали. И сказали, нужно ли. Ты желаешь, чтобы тебя там знали везде. Может быть даже прямо в открытую говорили. А может как слепую делать все это. Ну это надо сделать как во Франции. Поджигали машины и прочее. Найти где этот Алексей, учитель. Ну и там какую-то аварию сделать. И так, чтобы тебя посадили. Как Навального на короткое время. А потом освободили. И ты без денег не останешься. Вот так. Котенок жует. Провод маленький. Как вам это видно. Мне вот так это видится. Это компания искусственно развязана. Царю. Вот сейчас. Октябрьская революция. Отмечать будут сто летия. Нету живого. Нет. И Матильды нету. Никто видел. Никаких свидетелей. Ничего нету. Даже если бы была выдуманная какая-то актриса. И тогда бы все это сошло. Он слишком далеко. Уже сто лет. Семьдесят. Значит где-то сто семнадцать лет уже. Даже больше. Как он женился. Если что-то там было. А там в фильме показывают. Он вроде изменял царь. С ней ничего этого не было. Епископ Тихон говорит. Это обман. Прямая дискредитация. А для чего? Дискредитации тут никакой нету. Ну великое ли это дело? Блудное мытарство самое опасное. На нем девятнадцать мытарств убиты. Все гитлеры вместе взятые. Столько не погубили. Сколько блуд. Прлюбодеяние. И поэтому они рассуждают. В чем царя обвинить. Дискредитировать. В скупости нельзя. В щедрости нельзя. В глупости. И так понятно. Не великого ума было. Ну и все проще. А давайте ударим. Чтобы всем было понятно. Кто-то что-то не добрал. Любой блудник ухватится. О! Какую отхватил. Ну и прочее. Понятно. Ну и седьмая глава Матфея. Третий, шестой стих. Прочитать бревно. Сущего в глаза. Чувствуете. А свое бревно не вытащите. Почему? Потому что эта тема облуде очень и очень понятна любому. Как писал Достоевский о детях. В 1861 году. Что десятилетняя и уже развратная. Десятилетняя и уже развратная. Дважды повторяет. И она нет. Вот сейчас делают раскрутку. И уже Каренина якобы арестовали. Они там машины поджигали. Наружно наблюдение это показывает. И сегодня мне опять скинули ролик, где идет допрос. Что он там отвечает, как будет. Ну выдуманное все это. И все, которые за царя сейчас. Они начинают как бы и прокуратуру и запретить. Ну правильно там кто Соловьев говорит. Такое право иметь и запрещать. И прокуратуру там по Клонской обращаются. Да не смотри них они деньги не платили. Никакой роли этот фильм не играет. Он играет роль только для тех, которые из царя сделали идола. Идола. Вот это канонизация его. Для меня он смятой. И мне не надо этой канонизации. Я к нему молился и молюсь. Я православный. Я рассматриваю ту сторону, о которой никто не беседует. С какой целью значит эта компания. Сбудоражит. Будирует как говорят. Интересно. Не к его личности. А к его дискредитации в личности. Которая людям приоткрыт. Да. Да вот царь такой был. А вы. Ну стой стравить. Ну и сейчас людей которые его считали там святым. И они это увидят. И отшатнуться. И все. Никакой агитации то и как бы и не было. Но если узнали. Он говорит. Что. Очаровались. А теперь разочаровались. Это очень просто делается. Вот за стенкой. Кто там сидел за ширмой. Думал. Сделано правильно. С их стороны. Рассматривать. Умно. С их стороны. А если говорить с божественной. Глупее некуда. Все. Вся эта ложь. Он рушится на вас. И в конце вы узнаете. Что он поднимет. Ваш мышах на вас. Гонение. И вы. Остаток Израиля спасется. Как Павел пишет в послании Галатам. Остаток. Обратиться ко Христу. А сейчас они делают то же. Расширяют дорогу. Путь. К своему царю. Которого царица. О котором говорят и протоколы. Я сегодня еще несколько раз прошелся по роликам. По разным. Ее биографии посчитал. Как она выезжала. Во Франции была. Там и скончалась. Ну какое это значение имеет для человека здесь. И. Буто это кто. Это те которые не работают нигде. Ни один там столивар. Тракторист. Труженик сельского хозяйства не будет. Ни пастух. Там. Ни лесоруб. Но никто. Там такие которые ничем не занимаются. А у них своя роль. Позлер обязательно должен. Жуй правда. Позлер вылез. Он не может. Не вылезть это. Вот вся эта еврейская элита когорта вылезла. Просто. Как пословица говорит. Видно. Чего релься в пуху. Кому это надо. Надо. А потом они сидят. Получилось. Получилось. Кто то первую идею подал. Через сто лет дискредитировать царя. И подхватить этот. Культ царя. И. Результат. Есть. Уже. А который травить начинает. Легко. Как Квачкова. Владимир Васильевич арестовали. И вот. Полковник ГРУ. И спокойненько сидит. На нарах там. На этих. На шконке. Успокоили. Поарестуют. Тысячу. Дверь. Нажли. И охнут. Что это означает. Эти крикуны. За царя они будут выходить. Это не плетками пороть. Те которые. Пусть орают. Пришли. В храм плясать. Христа Спасителя. Нет. Это дело серьезнее. Потому что тут. Общество. Почитание царя. Православной Руси. И. Везде. Везде. Абсолютно. За царя. Именно этого. Так что дискредитация. Повречет. Какое-то разделение. Даже среди православных. И. Кто это все будет делать. Такого. Папа Гапона. Они нашлись. И сейчас. Саша. Давай. Раскручивай. Ну и вот. Раскрутка такая. Там. Хозяин. Машину жгут. Пристрелил его. И. Как собаку какую. И. Все. Нет. А. Наблюдали. И. Органы. Уже. Расследование ведут. Мне кажется. Это как вот. Куст. Подводная лодка. Гнебоскреба. Заранее. Все. С руководством. Это. Обговорено. Сделано. Ну и. Как вот. Дома горят. Инвалидов. Горят. Зажечь некому. Горят. Сгорели. Не ухаживают. Не платить пенсии. Еще не надо. Один разом. И здесь точно так же. Многие погорят на этом. Вот этот эксцесс. Поджег машин. Он. Не кончится. А у русских. То русская дубина. Это. Не французская. Из бронспойцев. Поливать не будут. Будут. Невинно их вылавливать. Ну. Ходил этот. Царионов. НТЭО называемый. НТЭО. Я перевожу. Неопознанный. Темный объект. Где его. Восстали на него. Хлопнули. Как будто. Никогда его не было. Ну. Филиппе. Приезжал там. И что. Ничего. Одним разом. Подняли. Хлопнули. Его тоже нету. Так и с Дворкиным. И это точно так же. Куда лезут? Христианское государство. Ну. И стройте. Христианскую семью создать не могут. У нас в деревне все православные. И всего-то ничего. Тут 10 дворов. И то ума не дашь. Один так понимает. Другой так. Те, которые истинно верят по святой Библии. Вот. Мы живем вместе. У нас никогда раздора никакого нету. Совершенно нету. И то все время приходится подсказывать. Тискать. И нашли. Я думаю как название не давали. Как надо. Тот сказал так. Звягинцев Левиафан. А вы сделайте так. Обязательно. С мировым кагалом был совет. Или оттуда подали. А то оплачено хорошо. И они сейчас хотят через кинотеатр сначала деньги попробовать собрать. Целиком то и нигде фильма то нет. А они его запечатали. Не дают. Иначе это будет похищение. А потом и через него как этот Левиафан. Год прошел и никто не вспоминает этого Левиафана. Никому он не нужен. Пьянь да и дрянь. И это тоже. Царь был. Ходил. А один из вариантов такой. Да все так и было. И что. Что тут особенного. Молодой человек влюбился. Почему была не влюбиться. Она там кажется на два года моложе его. Это вполне даже допустимо. И в этом померзки то ничего особенного и нет. Я человек и ничто. Человеческое мне не чуждо. Так. И он царица это все сказал. С этой расстался. Обещал там дом или что. Пил. Нет. Это никакой боли тоже не играет. Все сотлели. Отсадская это голова. Которая может целовала и проще. Как пишут. Пишут. Калантай там об этом упоминает. Я в списках смотрел. Голову царя и Алексея. Отрубили. Заспиртовали. Привезли. В бочках. А теперь в стеклянных кубах. Уже в Москве показывают их. Вот и все. Ну а она жила. Ну где колчак? Под лед ушел. Все. Нету. Хотя его любовница посажена была. Ищи ее. Где она есть. И вот это. Что сегодня они там делают. Искусственно. Наумно разжечь. Это все. Разжечь еще не стоит. Как Майдан. Специально слайпер. Учились в Литве. Заранее посадили. И теперь оттуда. Победите. Патриотами. Провозносим. Героями. Ангелами. А убили то своих. Все это уже открыто. Ну как вот. Как этого не видеть то. Сначала травили. Травили. Неправда. Музычка. Сашка Белый. Ведь кое-где он вступался за бедных. Нету. Ничего. Аваков там. Все поднялись против. Застрелили. Все скинуто. Ничего нету. Моторола что делал где? Нету. Гиви. Нету. То тут люди появляются как мошкара и исчезают. Ищут не того. Ищите прежде всего. Царствие Божие. Правда его. И все. Сие. То есть пища и одежда приложатся вам. А здесь нету. Ну ладно. Я вступился. А это были образы для нас. Пишет Павел. 1 Коринфян. 10 глава. 6. 11 стихи. Это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое. Как они были походливы. Чтобы держали в узде. Свои прихоти. Знаете Бога. Царя. Царь за себя ответит. Матильда за себя. Ну. Будто бы говорят что она приняла православие. Даже. Потом. Полячка. Но ничего особенного тут нету. И до конца она там. Там сообщество было. Какая это православная. Это позор люди. Так что. Кричать. Судить. Это все подогревает. В один день. Нету. И не было фильма. И жили. А теперь. А теперь. Они начинают почищать противников. Кто желает другого царя. Вот. Вот что дело то. Я так это вижу. Согласно Слову Божию. Согласно. Знаний. Этого народа. Все что мешает. Они устраняют. Жалко конечно. Сашу. Он в это дело встрял. Или встрял. По обычному. Своему. Неуемному. Клокочущему. С тщеславию. Но. Он будет раскаиваться об этом. И уже не воскреснет. Как он говорил. Прихлоп. Он как муху. Где то. Где то. Он будет серьезно лезть. Так вот. Я вижу. Эти события. И сегодня. Отмечали. Мой день. Рождение отца Иакима. Я там немного тоже сказал. Размышлял. В разных местах. Смотрел. И вижу. Это все заказное. И фильм заказной. И артиста. Там. Главного царя. Взяли какого то. Бомбика. Говорит. То ли из Франции. Или откуда. Ну смешно даже. Я поглядел. Сарматанно. Немножко. По эпизодам. Я не знаю. Почему мне. Ну бывает где то. Вот я первый раз увидел. Я легенда. Только несколько кадров. Я сразу сказал. Фильм достать надо. А это смотришь так. Билиберда. Гнусность. Сказать нечего. Начинает придумывать. А если бы царь то был живой. Или это. Кшесинская была живая. Они бы подали на нее. В пух и прах разнесли эту студию. И все. Когда говорили. Что. Княгиня Юсупова заманила. Распутина. В дом к нему. Где он был убит. В дом Юсуповых. В Санкт-Петербурге. А они были живые. Фильм какой-то вышел в Англии. Я читал еще в советское время. Они подали в суд. Она доказала. Что в это время она была в Москве. Ее не было. Вроде сучка. Заманила кобеля. Тичковала. Странно. Да присудили миллионы. Не тысячи. А миллионы. Фунтов стерлингов. Там разорили все. Правда. Они как на суде говорили по-французски. А переводили на английский. Тоже интересно. Вот это я попутно все. То есть. Подобные моменты где-то были. И надо думать. А на суде Божьем. Там не миллионы. Там вечность. За эту ложь. А царю. К нему это не прилипнет. А если не было. Не было. Так их говорить не о чем. Я вспоминаю маленький рассказ. Как в школе учительница учила. Что Бога нет. А в конце говорит. Дети. Погрозите кулаком в небо. Что Бога нет. А потом один ученик говорит. А вот Ваня. Он не делал этого. Его спросили. А почему? Он говорит. Если Боженька есть. То мне страшно. Богу кулак показал. А если нет. То кому показать. Никого. Тому нет. Вот был такой случай или нет. Так и здесь. А если это было с Николаем. Ну было и было. Ничего. Нигде не изменилось. А если этого не было. Не было. Так. Сатана потешился. Но на этом не остановится. Будут дискредитировать все православие. Это абсолютно одинаково. И патриарх. Что перед ними сейчас там прогибается. Это все. Все эти организации. Храмы. Все будет отнято. Все разрушено. Они даже не понимают. Что миссионерские отделы нельзя создать. Их Бог создает. И мятежатся. Это отойдет. Закрусят еще не одну Матильду. И найдут. Как врагов его у отделенных. Спутались женщины и вышвырнули. Как будто никогда его не было у отделенных баптистов. Так вот я это вижу. Во свете Библии. Богу нашему слава. Можем полезно. У нас есть. У нас есть. Снова надо. У нас есть. У нас есть. Продолжение следует...